Закон Ненецкого округа об окружном бюджете на ближайшие три года принят в первом чтении. Основные параметры казны региона согласовали депутаты окружного собрания на сессии. За космическим пространством будут наблюдать и замдермы. Первые эксперименты начнутся уже в ближайшие недели. Ряды российской армии пополнили 15 солдат из Ненецкого округа, а вторая команда армейцев отправится на службу уже на следующей неделе. Награда за победу. Старшеклассники школы села Ома проведут три недели во Всероссийском детском центре Орленок. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! Закон Ненецкого округа об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят в первом чтении. Основные параметры казны региона согласовали депутаты окружного собрания на сессии. Так, прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2019 год составляет 17,8 млрд рублей, расходы – 19,5 млрд, дефицит – 1,68 млрд рублей. Расчет доходной базы окружного бюджета на 2019 год и плановый период складывается из налоговых поступлений и безвозмездных отчислений с федерального бюджета. Так программируется, что в следующем году доходы составят 17,8 млрд рублей, а в последующих – 17,5 млрд соответственно. Наибольшую долю 37% составляют доходы, полученные от Харягинского месторождения, следующие по величине доходы от налогов на имущество. Однако преодолеть так называемую нефтезависимость, чтобы доходная часть оставалась стабильной, а не корректировалась с учетом курса доллара невозможно, так как Ненецкий округ был и остается сырьевым регионом. Дело в том, что мы нефтезависимый регион, мы не сможем полностью уйти от зависимости от нефтедобычи. Поэтому основной как валовый региональный продукт, так и доходы у нас будут поступать от нефтяных компаний. Поэтому, конечно, наращивание потенциала – это у нас где-то 25% обслуживающие предприятия и прочее. Мы проводим определенные мероприятия, но полностью нам уйти от нефтяной зависимости не получится. В 2018 году была максимально снижена нагрузка на государственный долг Ненецкого округа. По состоянию на 1 октября этого года госдолг составил 2 миллиарда рублей в виде облигационного займа. Его удалось уменьшить на четверть. В 2019 на его обслуживание потребуется 429 миллионов рублей. По сравнению с первоначальным планом это меньше на 42%. Согласно экспертному мнению, необходимо реализовывать меры по повышению эффективности доходов в региональную казну. Активизация источников – мер, способствующих развитию территории. По налогу на имущество, транспортному налогу. В своем заключении мы предложили проанализировать эффективность пониженной ставки по налогу на прибыль, связанной с выполнением условий по вводу в эксплуатацию объектов основных средств. Так как, по нашему мнению, эффективность ее не очевидна. Кроме того, одной из основных задач, которую поставил перед Департаментом финансов председатель законодательного собрания, станет задача по снижению дефицита бюджета в максимально возможном объеме. Эта задача ставилась, стоит и будет ставиться всегда. И вы видите, по той политике, которую проводит администрация уже в этом году, у нас фактически дефицит, так сказать, на этот год преодолен. Я думаю, что это постоянно и в соответствии с основами политики, утвержденной администрацией, долговой, это основная задача администрации. Мы над этим будем работать. Основные параметры бюджета и все требования к ним соблюдены. Сейчас депутатам предстоит непосредственно работа с основными распределителями бюджетных средств, то есть с каждым департаментом в отдельности. Мы будем учитывать мнения в том числе и департамента, и управления финансов, и те рекомендации, которые были высказаны в ходе общественных слушаний по бюджету. Поэтому, еще раз повторяю, наша работа будет целиком направлена на то, чтобы мы соблюли нашу социальную направленность, нашего бюджета. Подготовка законопроекта ко второму чтению начнется с 13 ноября и должна завершиться 5 декабря. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Депутаты окружного собрания поддержали законодательную инициативу, снижающую стоимость строительства на Крайнем Севере. Проект федерального закона внесен в Госдуму ЗАГС Собранием Камчатского края. В частности, предлагается упростить порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых – песок, гравий, глины и другие – в отдаленных и труднодоступных местностях районов Крайнего Севера. В соответствии с Водным кодексом России, в границах водоохранных зон запрещаются разведкой и добычей общераспространенных полезных ископаемых. Невозможность их добычи на территории отдаленных и труднодоступных местностей северных регионов России приводит к необходимости доставки песка и щебня с материковой части, что существенно повышает стоимость строительства, а также значительно увеличивает сроки выполнения работ. Решение, которое предлагается в законопроекте, позволит своевременно и эффективно использовать средства федерального бюджета и региональной казны. Когда нам принесли на ознакомление пачку законопроектов, вот этот закон сразу бросился в глаза, и я решил, что было бы хорошо обсудить это с депутатами и поддержать Камчатский край, потому что это упростило бы жизнь многим людям. То есть можно было бы сократить доставку щебня, песка с большой земли баржами. Это происходит один раз в год, пару, максимум, период навигации небольшой. Это бы ускорило улучшение внешнего вида населенных пунктов намного. И есть хорошая возможность создания дополнительных рабочих мест для местного населения. Законопроект включен в план работы Государственной Думы на декабрь текущего года с представлением отзывов, предложений и замечаний в ответственный комитет Госдумы в срок до 14 ноября. Губернатор Ненецкого округа принял участие в работе экспертного семинара, посвященном вопросам развития арктических регионов России. Как отметил Александр Цибульский, интерес к Арктике нарастает, и на это есть всевозможный спектр причин. Это внешняя и внутренняя политика, экономика, меняющаяся структура климата, которая позволяет открывать новые возможности логистики и транспортировки. Однако, как подчеркнул глава региона, для дальнейшего развития необходимо решать целый комплекс проблем. Губернатор также отметил, что Арктик – это территория мегапроектов, и рассчитывать на высокую маржинальность, на высокий возврат капитала не приходится. Ведь здесь и сдержки, с которыми будут сталкиваться любые экономические агенты, будут всегда высоки. Однако, большие проекты, которые будут получать доходы за счет объемов, будут естественным образом вытеснять все остальные и становиться основными драйверами развития региона. Александр Цибульский подчеркнул, что проблемы северных территорий очень похожи. Поэтому обмен опытом с учетом международного формата встречи крайне важен, поскольку он никак не повлияет на отношения между странами, а только приведет к улучшению жизни простых людей. В Амдерме установят экспериментальный телескоп для наблюдения за космическим пространством. Об этом сообщил представитель Московского физико-технического института в ходе экспертного семинара «Сценарии развития арктических регионов России». По словам Александра Родина, мониторинг космических аппаратов – задача в настоящее время актуальна не только для России, но и для всех космических держав, поскольку космическое пространство околоземной орбиты перестало быть пустым. Проблема космического мусора и предупреждение опасности столкновения объектов в космосе, в том числе и спутников, приобретает все большую актуальность. Особенно остро проблема стоит в полярных областях, поскольку именно в этом секторе сходятся траектории движения всех аппаратов, находящихся на солнечно-синхронных орбитах, предназначенных для дистанционного зондирования Земли. И большинство из этих аппаратов можно наблюдать только из высоких широт, пояснил Александр Родин. По этой причине Арктика становится чрезвычайно важным полигоном для размещения соответствующих средств наблюдения околоземного космического пространства. Экспериментальную сеть планируется развернуть к 2020 году, а первые эксперименты начнутся уже в ближайшие недели на территории Нинецкого округа. В собрании депутатов Нинецкого округа продолжается формирование девятого созыва Общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Новый состав будет сформирован из представителей молодежных палат, муниципальных образований, общественных объединений и других организаций. Познакомиться с работой депутатов изнутри, научиться работать в правовом поле – это лишь малая часть того, что может дать Общественная молодежная палата молодым и амбициозным жителям округа. Первое, что дает Общественная молодежная палата – это контакты всевозможных уровней, в том числе межрегиональных. И тот обмен опытом, и те связи, которые мы создаем между другом, коммуникации, они в первую очередь служат саморазвитию и вложению своего человеческого капитала во все сферы общества. Это общие слова, но когда мы начинаем от общего работать точечно, так или иначе находим те точки, векторы, заставляя двигаться и изменять мир вокруг себя. Молодежная палата при собрании депутатов Ниньского округа действует с 2007 года. За десятилетия в молодежном парламенте сменилось 8 составов. Как считают ее прежние участники, это необходимая школа для тех, кто хочет прийти в политику уже подготовленным. Членство общественной молодежной палаты, активная работа в ней помогает приобрести вот эти лидерские качества и навыки руководства. Это первое. А сам вспоминая те годы, в принципе, вот то, что сейчас перечислил, я это приобрел, будучи в нескольких составах молодежной палаты. Многие проекты мы, в том числе законотворческие, мы запустили еще в палате. Потом некоторые из них я уже, стали законами, стали законами, когда я уже вступил в полномочия депутата, собрание депутатов Ненецкого автономного округа. Что скажу, отличная классная школа, необходимая для будущих политиков. Молодые парламентарии решают разные задачи, в том числе внесение инициатив при разработке и обсуждении окружных законопроектов, затрагивающих права и законные интересы молодежи и не только. В седьмом созыве мы достигли, организовали на территории округа историческое тестирование, которое всероссийское, принимает в округ участие, наш постоянно сейчас. По тестированию Великой Отечественной войны тоже проводится весной. Также принимали мы участие в обсуждении законопроекта по выделению денег по материнскому капиталу. То есть, в принципе, успехи определенные есть. Структура молодежной палаты повторяет структуру собрания депутатов. Здесь также сформированы три постоянные комиссии. Одна из них – по социальной политике. За двухлетний период работа комиссии по социальным вопросам в действующем составе провела множество общественных мероприятий. Некоторые из них уже стали доброй традицией. Перед нами встал вопрос о том, что дети в регионе, которые имеют особенности в развитии, не были задействованы практически нигде. И мы решили создать региональную общественную организацию, которая называется «Особое детство в Нинецком автономном области». И сегодня мы полноценно действуем. Все те проекты, которые мы реализовали за двухлетний период, они легли в основу нашей работы именно в некоммерческой организации. С этими детьми мы сегодня проводим бесплатные занятия. С этими детьми мы опять планируем ежегодную елку. Владимир Абрамов – член действующего созыва молодых парламентариев. Намерен войти в новый состав молодежной палаты. Говорит, что остались нереализованные проекты, которые новому составу будет сложно продвигать. Кроме того, считает, что такая работа дает возможность для участия в различных форумах. Участвовали в федеральных форумах таких, как молодежная команда страны. Там мы встречались с спикерами, с нынешними большими политическими деятелями. Это помогло нам в дальнейшем участвовать в праймере силы «Единой России», где я принимал участие как кандидат от партии «Единой России». Второе событие, наверное, это арктический форум «Ледаков», где мы выступали с докладом о развитии туризма в Нейнском автономном округе. И на уровне Ямала-Нейнского, по сравнению с Ямала-Нейнским автономным округом, мы довольно-таки ярко выступили и показали, что наш округ довольно-таки перспективен для развития туризма. Отчетное заседание Общественной молодежной палаты при собрании депутатов Нейнского округа состоится 12 ноября. Молодые парламентарии отчитаются за двухлетний период работы перед окружными депутатами. Они участвовали в более чем шести форумах. Один из них, по-моему, был даже международный. А это предварительная работа. То есть человек не просто туда едет, но он готовится и выступает, участвует в мероприятиях, потом отчитывается. Провели, по-моему, больше десяти встреч с представителями различных органов власти НАО, федеральных органов власти и просто с известными людьми. Ну, и просто каждый день ребята ведут работу, общаясь с молодежью, собирая информацию, предоставляя сюда, в собрание депутатов. В девятый состав палаты войдут 15 молодых законодателей в возрасте от 18 до 35 лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет сформирован резерв из 10 кандидатов. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте собрания депутатов. По всем вопросам обращаться по телефону 4-28-81. Прием заявлений продлится до 15 ноября. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Первые новобранцы осеннего призыва отправились к месту прохождения службы. Всего в первой команде 15 человек. Ребята будут служить в Росгвардии, в военно-космических силах или в сухопутных войсках. Перед вылетом в Архангельск для них провели последний инструктаж и рассказали, что их ждет в распределительном пункте. Из всех чувств, что меня преследуют последние пару дней, это больше всего, наверное, волнение. Сон отчасти хороший, ну, такой, относительно хороший на самом деле. Вот. И больше всего переживаю за, наверное, за роднюк. Как они переживать все это будут, все это целый год, как бы у меня не будет. Это волнительно. Не только для меня, для всей семьи. Волнение также, да, идет. Ну, страшно немного. Почему? Ну, потому что, ну, неизвестность весь идет. Не знаешь, куда тебя отправят, где ты будешь служить. Какая часть будет хорошая, нехорошая. Не меньше переживали и родные новобранцев. Нервозности добавляли и погодные условия. Из-за метели отъезд в аэропорт пришлось переносить. Конечно, волнуюсь, конечно, переживаю. Конечно, эмоции захлестывают. Но, если честно, хотелось бы, чтобы рейс не задерживали. Просто еще один такой день я уже, наверное, просто не переживу. Хочется, чтобы дети уже улетели. И у них все-таки началась военная служба. Ну, а мы их будем, конечно, с нетерпением и любовью ждать. Осенний призыв в Неницком округе продлится до конца года. Всего из региона на военную службу отправится порядка ста срочников. Вторая команда армейцев уже на следующей неделе. Шесть активистов российского движения школьников из села Ома отправились во Всероссийский детский центр «Орленок». Ребята стали победителями конкурса «Время действует» и теперь проведут смену в легендарном месте. Наш корреспондент проводил активистов. На стойке регистрация старшеклассники из Омской школы. Еще каких-то 40 минут и крылатая машина унесет их из-за полярной зимы обратно в лето. Во Всероссийском детском центре «Орленок» они проведут целую смену 21 день. Десятиклассница Настя Пырерко до сих пор не верит, что им удалось победить в конкурсе и попасть в число лучших 50 команд из 130 участников. Я не поверила вообще. Я думала, это какой-то развод сначала. Но потом, когда мне официально уже пришло подтверждение, я уже поверила. Я была в шоке немного. Далина Чупрова, напротив, была уверена в победе и ни на минуту не сомневалась, что она и ее товарищи достойны поездки в «Орленок». Хотелось бы обменяться опытом с другими регионами, с другими школами, привести новые идеи в свою школу, также новые знакомства, это всегда хорошо. И положительные эмоции, отдых, учеба тоже, посмотреть, как учатся в других школах. На первом этапе ребята, участники Всероссийского движения школьников, отправляли свои портфолио. Затем представили в жюри презентацию о своем селе. В общем-то, мы даже не сомневались, мне кажется, в этом. Потому что ребят мы взяли таких, мы же смотрим, уже такое портфолио, и всероссийский уровень есть, и региональный, и межрегиональный у нас, и не призеры, и победители. А наше село, в общем-то, тоже по критериям оценил, мы посмотрели, мы так достойно и представили. Поездка во Всероссийский детский центр для сельских школьников стала возможна благодаря финансовой поддержке из окружного бюджета. Дорога до места и обратно оплачивалась в рамках окружной программы «Молодежь Ненецкого округа». А пребывание победителей конкурса «Время действовать» финансируется государством. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин